В общем, сижу в общем зале, первые впечатления. Во-первых, достаточно удобно, ну объективно удобно, мне прям комфортно. Всех вижу, общения много, людей, все такие живые. Я теперь понял, как только одна из топовых групп работает, немного за ними поприсматриваю к стилю управления. Вот все нормально, у нас тут один из топовых релков, прямо напротив сидит по всей сети. Тоже с ним хороший диалог такой, вижу, как он там, что делает, так одним глазком. Очень рано на работу приходит, кстати. Вот что еще, немножко это по видео неудобно чуть-чуть, если честно, все-таки в наушниках чуть неудобно, прямо могу сказать, поэтому стараюсь встречи там проводить где-то в переговорке. И поэтому принял твердое решение, вот сейчас новый офис будем строить, там сделаем прям много-много отдельных переговоров. Ну, на одного человека, на два максимума, чтобы встречи были. Вот, в целом, на что еще обращаем внимание? А, кстати, вот когда ты, в общем, со всеми, ты производительнее становишься. У тебя вообще времени нету ничем другим заняться. И один, грубо говоря, какой-то разговор не сделает, потому что, ну как, ответственность, да, ты же, вот. Но я обычно их и не делаю, но тут прям совсем нельзя, что называется, вот. Другу не позвонить, там не поговорю. Есть преимущества, короче, объективного. Зато ты продуктивен, быстро делаешь все задачи, сконцентрирован. Вот, очень удобно в плане пространства для глаз. Тоже, знаете, какой-то масштаб формирует. Ну, в общем, всем рекомендую, мне кажется, круто. У нас во многих городах руководители сидят вот именно в риэлторских залах, и там всегда высшая эффективность, сто процентов. Вот это правильно. Поэтому опыт считаю положительным. А я вообще теперь думаю, а надо ли возвращаться, может быть. А еще удобно, что и Люба здесь рядом, под боком, что называется. И Елина, которая сейчас видео снимает, да, тоже всегда рядом. И тоже быстро-быстро, мы так, знаете, там системно работаем. Вот поэтому всем совет, и вот такой интересный опыт. Еще некоторое время тут буду сидеть, а может быть даже и останусь.